Привет, друзья! Я прошу в этом видео услышать меня про такую интересную тему перестать считать калории. Это супер важно и почему я расскажу. Очень многие люди зациклены на похудении и на разных состояниях, связанных с физическими показателями. И очень много сейчас нутрициологов, диетологов, которые обвиняют людей в том, что там лишняя жировая прослойка, там еще что-то. Да и многие имеют некоторые запросы просто к себе. Я скажу так, важно то, как вы себя чувствуете. Системная интоксикация, нежелание заниматься спортом, нежелание работать, нет сил. Это четкие показатели, что что-то идет не так. Какой-то факап постоянно происходит. И из разряда просто мне вот, например, пишет сегодня девчонка. У меня калит, энтерокалит, как лечить, то лечить. А я посмотрела рацион. Утром каша с молоком, добавленный салат. Это все не переварилось. Она запила это кока-колой или там чем-то написала черным кофе, чтобы просто не чувствовать тяжесть. Начался обед. Она вроде бы голодная, но уже имеет кандидоз, дисбактериоз и другую проблему. Съедает вроде бы там правильный кусочек мяса, кусочек грудки. Потом, после этого, потому что опять не хватает ферментов и начинается брожение. Она не знает, что с этим делать. И все это записывает в дневники. В общем, потом слушает модного нутрициолога в онлайне, который диктует, что это есть нельзя, а вот это есть можно. А сейчас мы вам поможем желчооттоку. В общем, бедная девчонка, малышка, как я называю всех, кому нет 30-40 лет, уже имеет проблемы. Проблемы чисто психологические. И да, нас еда часто повреждает. То есть элементарно она бывает нечистая, бывает она с примесями, бывает она с интоксикацией какой-то, да, вот когда курица, да, и наши бывают органы чисто. Но мы справляемся, справляемся и наше тело справится. И очень важно для себя просто сделать такой некоторый вывод, который называется, как я ем. И даже если вам внушают, что вам нужно там протеин рассчитывать по тем-тем вещам. Если вы понимаете, что вы не перевариваете, не надо в себя добавлять, разбавлять, как-то лишь бы, лишь бы погнала, прогнала. Так долго будете себя чувствовать не очень. Поэтому есть системные состояния, да, когда не хватает энзимов, когда не хватает выработки желчи, когда не хватает оттока, когда общая аутоиммунная какая-то история из-за того, что брожение, гнивение в кишечнике. Вот это вопросы, действительно. И знаете, эти вопросы не решает та тетя, которая вам говорит, что молоко есть нельзя, а вот это вот, молоко пить нельзя, а вот это вот пить можно. И это ужасно, когда люди сталкиваются с такими вопросами. Перестаньте считать калории, научитесь смотреть на микро-макроэлементы, которые нужны вам для жизни. Магний, натрий, кальций, хлор, фосфор, йод, там, все витамины, минералы, их огромное количество, антиоксиданты. И знаете, не все всегда можно в еде получить, это правда. Я 10 лет пользуюсь добавками и понимаю, что, наверное, и дальше буду периодически. И когда есть какие-то вопросы по здоровью у вас, то калории здесь не всегда при чем. Можно на 1000 калорий есть, можно на 3000 калорий есть и не иметь сил ни там, ни сям. Вот такие вот дела. Главное, как вы усваиваете то, что вы едите и как вы себя после этого чувствуете. Когда мне говорят про почет калорий, это из разряда, знаете, как интуитивное питание. Интуитивно мне хочется пельмени с квашеной капустой, запить это все пепси-колой и съесть еще там, не знаю, полторта, к примеру. Я просто говорю. Вот и мне девочка пишет интуитивное такое у нее питание. Но и говорит, много же можно в интуитивном. Интуитивное питание это навык. Честно, навык большой. То есть, когда вы уже понимаете, что, блин, мне от этого плохо, или было какое-то несварение, или там чего-то ферментов не хватило, то вы себя по-другому и ведете. Пожалуйста, перестаньте считать калории, потому что это сделает вас психологически нездоровым.